Где провести Новый год – вопрос уже не риторический. Россияне, отменившие летом свои отпуска и в целом пережившие 2020-2021, хотели бы встретить вне дома. Если говорить глобально, то вариантов по пальцам пересчитать. Можно выбирать между Кубой, Занзибаром, Арабскими Эмиратами и Турцией. Но хочу сказать, что почему Занзибар пользуется спросом, потому что там есть отели, которые работают по системе «Все включено», в которых есть свои пляжи, детские клубы, инфраструктуры. То, что любят как раз наши алтайские туристы. Занзибар – 70 тысяч за тур. Эмират и Куба в Новый год ближе к сотне, Турция – около 50, но с Холодным морем. Открытых границ мало, евро подрос, цена выросла на треть. Не факт, что путешествовать по родине дешевле, но Россия уже в тройке стран по числу брони на конец декабря. Великий Устёху, без столицы Байкал, Камчатка, Созерца нет 50 тысяч рублей. Алтай после этого лета тоже востребован. Новый год уже бронируют. Здесь и отдых, и спорт – идеальный вариант для семейных каникул. На Алтае можно и совершить экскурсионные интересные программы, или, например, получить лечение, оздоровление в Белокурихе. В Шерегеш едут именно с целью катания прежде всего. С Москвы звонят, с Питера, с Казани, с Красноярска. Все интересуются, все спрашивают, когда там уже 30 туры. Вот, всё закрыто. В Сочи тоже не катаются многие за то, что там дорого. Ну, маленько, там для другой аудитории, конечно, создан курорт. В Шерегеши сезон открывают 13 ноября. И попасть туда уже непросто. Слишком много желающих, что тоже сказалось на цене. Бензин стал дороже, цена транспорта увеличилась. Также люди подняли цену на жильё. Где-то у нас в среднем на 500 рублей ценник поднялся. Вместо 5900 стал 6500, цена на два дня. Но кроме цены нужно учесть и пандемию. За пару месяцев она не пройдёт. Изучите условия тура и сервис. Этот вопрос вам обязательно напомнят и в турагентстве. После нескольких месяцев простоя, не в их интересах рисковать здоровьем клиентов. По словам одного из директоров, поток алтайских туристов восстановился лишь на 10%. Значительно вырасти эта цифра может с запуском Таиланда и Вьетнама. Основных направлений отдыха для жителей края. Но когда это случится, пока неизвестно. Анастасия Дорога, Николай Шелко, день с толком.